Вика и ее мама жили вдвоем. Отец девочки ушел из семьи, когда Вика пошла в первый класс. Ей было немного грустно, но мама сказала, что так даже лучше. В глубине души Вика понимала, что мама права, в дом пришел покой. Закончились постоянные скандалы, и ей не нужно больше закрывать уши, чтобы не слышать громкие крики. В основном кричала мама, потому что, по ее мнению, папа все делал неправильно. А когда они развелись, то он стал предателем. Прошло время. Вика и Дима познакомились на первом курсе и встречались уже пять лет. Молодой человек снял квартиру и предложил любимой жить вместе. Она, конечно, согласилась. Мама была категорически против. «Как ты можешь меня бросить?» — причитала Татьяна Николаевна. «Мне будет так одиноко. Я буду часто приходить в гости», — утешала мать Виктория. Эти сцены повторялись несколько раз в день, и Вика порядком от них устала. От печальных мыслей ее отвлек тонкий девичий голос. «Тетя, возьмите щеночка». Маленькая девочка с огромными глазами держала пушистый комочек. «Пожалуйста. Мне родители не разрешают». А он бегает по двору и плачет, сбивчиво рассказывала девочка, и слезы градом катились по милому личику. Вика, повинуясь внезапному порыву, протянула руки и взяла мохнатого щеночка. Девочка поспешно ушла, оставив Викторию наедине с новым приятелем. Щенок жался к спасительнице. Он дрожал то ли от холода, то ли от страха, и тихонько поскуливал. Сердце девушки заныло от жалости, она совершенно растерялась. Бросить его на улицы Вика не могла, но и взять к себе тоже. Они постоянно на учебе, а Дима еще и работает, и хозяйка квартиры может быть против. Вдруг ее осенило, отвезти щенка маме. На душе стало легко и радостно. У малыша появится свой дом, а маме не будет так одиноко. Однако все пошло наперекосяк. «Зачем ты его притащила?» Визгливо сказала Татьяна Николаевна, когда Вика появилась на пороге. «Мама, это твой новый жилец», — ответила девушка. «Ты ведь давно хотела собаку. Посмотри, какой хорошенький. Наверняка блохастый». Женщина не разделяла восторг дочке. «И я хотела спаниеля или шпица. Ничего, съездите к ветеринару, да и прививки сделайте. А кавказские овчарки самые умные и преданные. Вы точно подружитесь». Вика насыпала корм в миску, она успела заскочить в магазин. «И имя ему придумай». Не дав матери опомниться, Виктория крепко расцеловала ее и убежала. «Что мне с тобой делать?» Задумчиво произнесла женщина. Она присела на корточке, а щенок, смешно косолапя, подбежал и уткнулся влажным носом в ее ладонь. Татьяна Николаевна брезгливо поморщилась. Она ушла спать, постелив старые полотенцы и плотно закрыв за собой дверь. Женщину разбудил жалобный скулеж. Она вышла в коридор, а щенок рванул ей навстречу. «Ну что тебе, пес?» Сердито крикнула она. А увидев маленькую лужицу на полу, жутко разозлилась. «Вот паразит!» Воскликнула Татьяна и пошла за ведром и тряпкой. Прошло три дня, как щенок поселился в ее доме. Она кормила его и выводила на прогулку. Клички у щенка не было. Она называла его «пес». Никаких теплых чувств женщина к нему не испытывала. Наоборот, щенок ее раздражал. А после телефонного разговора с дочерью она его возненавидела. «Мамочка!» В трубке звучал счастливый викинг голос. «Я только что от врача. У меня будет ребенок. Поздравляю!» Сухо произнесла будущая бабушка. Дочка что-то говорила, но Татьяна Николаевна не слушала. Отложив в сторону телефон, она просто сидела. «Сначала уехала от меня, а теперь еще и ребенок родится», прошептала она. «Я никому не нужна». Ее монолог прервал щенок. Он подскочил к ней и игриво потянул за низ халата. Женщина неприязненно посмотрела на него. Он показался ей олицетворением предательства и лжи. Татьяна Николаевна приняла решение, собаку нужно усыпить. Она пришла в ветеринарную клинику, волоча за собой маленького щенка на поводке. «Здравствуйте!» «Да вы не переживайте. Может его получится вылечить», успокаивающе сказал ветеринар Сергей. «Его не надо лечить», ответила Татьяна Николаевна. «Усыпите и все». «Ну как же так?» Растерянно пробормотал мужчина. «Делайте, что говорю», ответила женщина и бросила на стол несколько крупных купюр. «Надеюсь, этого достаточно», выкрикнула она и ушла. «Иди сюда, дружок», позвал врач и осмотрел четверо нового пациента. Тот оказался совершенно здоров, а мужчина не знал, что с ним делать дальше. Забрать к себе он не мог, у него уже жили три собаки и пять котов. Рабочее утро пролетело быстро. Доктор пообедал и, облокотившись в большое удобное кресло, задремал. Ему приснился брошенный пес, он внимательно смотрел на него. «Не отдавай меня, ты не пожалеешь», прочитал он в умных глазах собаки. Когда Сергей проснулся, долго размышлял над необычным сновидением. Последняя фраза стучала в голове. «Назови меня Велес». Мужчина сильно удивился, когда щенок сразу откликнулся на новое прозвище. «Поехали домой, Велес», — сказал он. И щенок важно пошагал к двери. Дети с радостью встретили питомца, хотя супруга была немного озадачена. Но когда Сергей рассказал о своем сне, сомнения исчезли. «Прошло полгода. Велес вырос и окреп. Он стал своим в этом доме, и его близкие души в нем не чаяли. «Смотри, Велес, будешь за старшего», — шутливо сказал Сергей, завязывая галстук. Он с супругой собирался на юбилей приятеля, а дети оставались дома. 14-летней Кате и 8-летнему Саше было неинтересно на взрослых посиделках, да и они не планировали задерживаться допоздна. Веселье было в самом разгаре, когда позвонила дочь. «Да, Катюша», — ответил Сергей и резко переменился в лице. «Что? Пожар! Все живы!» — прокричал он в трубку и сорвался с места. Примчавшись, они застали страшную картину. Вокруг стояли пожарные машины, скорая помощь, толпились люди. Сгорела половина дома, и едкий дым тонкой струйкой уходил в небо. Навстречу бросилась Катя, мамочка, папочка, простите меня, я только на 10 минут вышла к соседке, сбивчиво рассказывала она, а тут хлопок и огонь. Я побежала к дому, собаки разбежались, а Сашки нет. А потом от волнения девочка не могла говорить и показала рукой в сторону. Там на траве сидел мальчишка и размазывал слезы по грязному от копоти лицу. Велес звал он потихоньку собаку. Перед ним лежал пес, шерсть на морде, боках, лапах была обожжена. Велес лежал, тяжело дыша. «Он спас меня», — закричал Саша. «Я ничего не видел», — а он прибежал за мной и потащил к выходу. А теперь он умирает, мальчик затрясся от рыданий. Как выяснилось позже, пожар случился из-за неисправной проводки. Коттедж был застрахован, семья получила компенсацию. Они сделали ремонт и по-прежнему живут в своем уютном доме. Каждое утро Сергей ведет на поводке трех собак. Они рвутся вперед, облаивая соседских кошек. Велес плетется сзади, он еще не до конца здоров. Но ветеринар уверен, с ним все будет хорошо. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.